Вроде это только границу пересекли, уже солнце сейчас здесь встречает. Хотя, конечно, я думаю, что несмотря на прекрасную погоду, настроение у нас с вами не очень солнечное и праздничное, потому что те надежды, в том числе, которые мы с вами испытывали и вкладывали все свои усилия на президентских выборов, они не только в результате не оправдались, хотя считаем, что в той колоссальной борьбе, в том жутком прессинге, который был против нас, мы выстояли. Вот я, вы видели по поручению Кеннадия Андреевича, там, на острие целого ряда вопросов, я видел, что происходило. Что происходило в СМИ, что происходило в Центральной избирательной комиссии, более циничных подходов и более иногда даже таких жестких действий не было даже в Чуровские времена. Но, несмотря на попытки нас унасекомить как партию, как политическую силу и, самое главное, идеологию, потому что для нынешних олигархтических капиталистов, которые фактически контролируют нашу страну, наша с вами марсистско-ленинская идеология и партия, которая придерживается ее, она не нужна. Потому что им нужна вот такая буржуазная система с удобными, понятными партиями, которые будут действовать по их правилам, как действует господин Миронов или господин Жириновский. Но фактически президентские выборы показали, что в стране есть две силы. И даже при жестком давлении мы можем с вами бороться. Я вот от имени Геннадия Андреевича Зюганова, от всех наших товарищей, хотел вас поблагодарить за вашу работу и в Куздумовскую, но и президентскую. Вы в десятке лучших регионов. Хотя понятно, что реально результат у нас был выше. Реально там поддержка, особенно в целом ряде мест, еще была выше. Но вот то, что есть. К сожалению, с каждым днем, с каждой выборной кампанией система власти по манипулированию сознанием становится более сущренной. Вот телевизор, как бы мы ни говорили, что бы ни говорили, что надо развивать интернет, и надо развивать интернет, и будем развивать, и работать в соцсетях, это будущее. Он действует как зомби-ящик на всех. Я вот, к сожалению, даже столкнулся, вот кажется, вроде люди тебя понимают, да. Когда приедешь в регионы, и вот это вот последние, там, наверное, сколько, полтора месяца, такой сякой родины, такие сякие коммунисты, такой сякой Зюганов, и вот это, вот это, вот это. И я сам на встречах, у нас приветствовали очень активно и хорошо, но иногда на улице наши ветераны, люди, выжившие в советское время, чуть ли не с кулаками кидались и говорили, капиталист, и так далее, посмотрели бы, что там, и что было реально. Но, к сожалению, вот это телевидение, которое формирует общественное сознание. Хотя мы в меру возможностей, там, меня тоже некоторые говорят, нужно ли туда? Нужно. Вот если ты на телеэфире, хоть будет одна минутка, ты скажешь о нашей принципиальной позиции по Донбассу, и то, что мы альтернативы, и так далее, что есть КПРФ, это тоже очень важно. Хотя понятно, что создана система манипулирования. Ну, те же избирательные комиссии. Но мы прошли эти выборы и надеялись, учитывая, что Грудинин и мы получили с вами второй результат, а они-то знают на самом деле, что это не те 8 миллионов голосов, которые мы набрали, они совершенно другие. Все-таки вектор и формирования правительства, и инициатива, с которой выступил Геннадий Андреевич, о формировании правительства, по примеру Москвикова-Примакова, она нужна стране в этот раз. К сожалению, власть в очередной раз показала, что приверженность монетаристскому курсу и темно-либеральным идеям она есть. Несение кандидатуры в премьер-министр Медведева, она, конечно, вызвала негативную реакцию не только у нас, у наших сторонних обществ, но я вам могу сказать, даже в Государственной Думе среди представителей власти, которые открыто не могут это сказать, но подходили к кого-то, потому что надеялись, что все-таки будет. Дальше формирование института вице-премьера. Геннадий Андреевич, вы видели выступление на Государственной Думе, при утверждении Медведева главой правительства, вы видели оценку многих. Кудрин, ну слушайте, это вообще вызов. То есть человек будет теперь контролировать бывших своих двух заместителей по ключевым направлениям. Один будет рулить финансы, опять сохраняя деньги в ценных бумагах Запада, а госпожа Голикова, неплохо себя проявившая, как руководитель счетной палаты, у нее, посмотрите, должен свидеться примера, по пенсионной, фактически, обеспечению реформы. То есть задача жесткая, как она в свое время проводила монетизацию, провести изменения в пенсионной системе, повышение пенсионного возраста. Могу сказать, вот Государственная Дума, она показала совершенно четко при голосованиях позицию и разделение. Справедливая Россия полностью слилась. Вот эта вот задача объяснить людям, показать. Они поддержали Путина и не выставили свою кандидатуру. Есть ты парламентская партия, у тебя должен быть кандидат. Нет, они поддержали. Они при голосовании по Медведеву фактически раскололись. И там очень серьезно на фракции обсуждали, у них группа проголосовала за Медведева. Но самое главное, мне кажется, предательство даже тех избирателей, которые их по непониманию или иногда по заблуждению поддерживали, это голосование, единогласное фактическое голосование за Кудрина. Ну, это как вы вчера пытались отнять у нас голоса на выбор в Госдуму, помните, Медведеву в отставку, Беронов и так далее, рядились у пенсионеров, критиковали Кудрина. Выступает Гартунг на Государственной Думе и говорит, мы против вас как министр, тык-тык-тык, но вы прекрасно будете руководить в счетной палатке, который будет покрывать деятельность ключевых вице-премьеров и распределение финансовых ресурсов. Поэтому для нас это было ожидаемо. Население все-таки связывало определенные надежды на какие-то изменения, но нам надо с вами продолжать нашу принципиальную борьбу. Основная борьба в ближайшие месяцы будет проходить по линии борьбы с пенсионной реформой. Мы сейчас уже провели несколько совещаний. Мы понимаем, что через Государственную Думу, учитывая, что Единая Россия имеет блокирующий пакет для третьих голосов, провести изменения действующих законодательств невозможно. Это трибуна. Для отстаивания наших позиций мы собираемся проводить очень мощные, протестные, массовые мероприятия, вплоть до выхода на референдум по вопросу моратория на увеличение пенсионного возраста. С другой стороны, я благодарен вам, мы сегодня с Валентином Олеговичем пообщались. Есть тема, которая требует от реакции в ближайшие дни. Это вопрос, связанный с повышением цен на горючие смазочные материалы. Я на выходных был у себя в родной Тульской области. Я избирался депутатом, в принципе, есть достаточно известность. И пришел на цветочный рынок, там нужно было бабушке букет купить. Подходит продавщица, и там кто-то покупал, говорит, Юрий Вячеславович, что же с ценами? Парень там предприниматель. Это предприниматель, я не бедный человек. Но что это происходит? Мы в стране, которая добывает нефть, газ и так далее, не можем удержать цены. Причем уже это опять история какая. Бюджет, по их оценке, в этом году до полутора триллионов рублей получит дополнительных доходов за счет нефти и газа, да, нефть и газ, то есть получаем деньги. А сдержать цены за счет уменьшения акциза заранее, а не сейчас задним числом, и то там на 3 рубля, да, оно не может. А это затраты примерно 200 миллиардов. То есть ты получаешь дополнительно полтора, 200 потрать и удержи. А это же рост цен на продовольствие и так далее. Я вот у себя в социальных сетях, приходится активно работать, и всем надо активно работать. Очень хороший ролик в интернете гуляет, как Лукашенко проводит заседание своего правительства, когда там была инициатива поднять цены на бензин. Очень жесткая. Очень жесткая и твердая оценка. Он правильно сказал. Любой дурак повысить может. Мне зачем такое правительство? Я и без правительства это решить не могу. Зачем нам такое правительство, которое не может грамотно отрегулировать? Поэтому мы будем продолжать свою борьбу и будем понимать, что кроме нашей партии, союзных организаций поддержки населения, у нас других инструментов нет. Потому что когда нам говорят о больших и широких коалициях, они хороши. Я считаю, что формируя команду вокруг Рудинина, все равно мы были с вами центром. У нас был ряд находок людей, которые с нами работали. Я благодарен, и мы от имени всей партии поблагодарили того же Максима Шевченко. который очень прекрасно отработал. Мы с Максимом давно общаемся, у нас хорошие отношения. Он продолжит, я уверен, взаимодействие с нами. Но это точечное. К сожалению, были много тех, которые испугались, предали, сдали. Но центр удалось сохранить, центр борьбы вокруг нашей партии. С точки зрения ближайших, текущих задач, у нас в конце июня состоится пленум Центрального комитета партии. Мы на этом пленуме рассмотрим очень важный вопрос, в том числе и в разрезе вашего региона. Это вопрос региональной политики и взаимодействия федерального центра и региона. Вот мы с нашими товарищами сейчас подискутировали по поводу возможных кандидатов на пост главы региона. Я там позицию, ну, как бы тоже сейчас здесь обсудим. Мы должны обсуждать и потом принимать решение. Но, очевидно, проблема заключается в следующем. В нынешней системе власти, когда фактически от одного человека зависит любое решение, и страна находится в ручном управлении, когда все деньги сконцентрированы в федеральном центре, а они там с барского ключа кидают туда или сюда, реальной региональной политики проводить невозможно. Вот они говорят о 8 триллионах рублей на выполнение майского указа президента. Даже Кудрин сказал, что больше. Это, наверное, скорее всего, подтвердится наша оценка. Геннадий Андреевич, там, 10-12 триллионов. Или типа мы изыскиваем, вот надо поднатужиться, пенсионный возраст, тут это. Но я вам скажу, и это вы увидите, что примерно треть они опять перенесут выполнение этих указов на регионы, уже обескровленные. Ведь компании у вас работают, мы тогда с Николаем Федосевичем встречались, занимались, и так далее. Компании работают, а налоги платят не здесь. Из земли все тащат, зарабатывают баснословные прибыли, а налоги здесь. А республика должна с протянутой рукой стоять и так далее. Мы участвовать в выборах будет. И выбора главы, я считаю, что надо участвовать. И выбора законодательного, собрания и так далее. Но мы должны четко понимать, власть будет за свою власть держаться жесткой и циничной. Они, с точки зрения одного региона, проблемы не решишь. И нам нужно ставить принципиально, сохранять, в том числе выдвигать. И, сохраняя баланс представителей старшего поколения коммунистов, выдвигая толковых молодых ребят, которых становится все больше и больше партий, и уже проверены в делах, нам надо ставить и решать основной вопрос. Вопрос прихода власти стаи. Причем, поверьте мне, ситуация, которая сконцентрирована на одном человеке, она физически не может постоянно. И мы должны быть с вами готовы к тому, чтобы решить главный вопрос. Вопрос о власти. А это зависит от силы организации, от подготовки, от нашей мощи. Ну и, переходя к региональной избирательной кампании, вы видите, что отставками глав регионов власть, фактически половина субъектов Российской Федерации переводит на уровень проведения крупных федеральных кампаний. У нас почти полстраны. Это выборы ЗАГС-собраний, губернатора. Сегодня, я не знаю, уже объявили или нет, там планируется отставка Карлина, губернатора Алтайского края, тут соседний регион. Но он против нас развязал колоссальную войну. Вот во всех регионах, вы видели, где мы набрали высокий результат, власть начала долбить. Они отстранили Якутского. Мы там первое место Загрудинин набрали. Карлин второе место. И пытаются в партийные организации. Там, значит, я еду на конференцию в республику Алтай, наш товарищ Ромашкин, ну, наши люди, которые стояли в истоке высадания, знают, начали качать организацию, в том числе национальные факторы используют. Там очень сложный процесс. То есть там, где мы сильны, власть в этом не заинтересована. Им надо вот Тулеев, как там Кемерово, да, рулил, постоянно создавая внутрипартийные конфликты. Поэтому наша важная задача, и я считаю, что в ходе избирательной кампании президентской мы выполнили, мы сохранили единство партии. Мы можем спорить. Иногда жестко дискутировать. И вы помните, когда проводили встречу, тут разные взгляды высказывали, кто должен идти на президентский выбор, как формировать и так далее. Но вот я думаю, что весь, все, кто здесь присутствует, большинство согласится, что Геннадий Андреевич Зюганов в первую очередь и партия сделал очень правильный выбор в тот момент. В силу целого ряда обстоятельств. А мы Павлу Николаевичу благодарны за его стойкость, твердость. Я давно с ним знаком, а в ходе когда-то каждый день я вижу просто вот, ну, человека с большой буквы, который может держать удар. В нынешних условиях, ну, достаточно такой жесткой властной машины, очень важно держать удар. Хакассия в ходе этой избирательной кампании, она для нас важна, потому что фактически у вас самые масштабные выборы. Это глава региона, глава города, Верховный совет и городской. Таких нигде нет. С одной стороны, это проще. Провел, да, и... А то каждый год какие-то выборы. Но с другой стороны, это требует большего ресурса, людского, кадрового потенциала. Плюс вы понимаете, что у нас есть регионы и по масштабу такие, по количеству избирателей, ну, и по значимости очень важная, Иркутская область. Я уже об этом говорил, первым секретарем. Левченко избран губернатором. Зак Собрания Единороссовская. Если мы сейчас не укрепим позиции, ему очень тяжело будет оставшийся срок идти на следующий выбор. Большая драка будет в Новосибирске. Идет обсуждение. Там очень сложная ситуация. И мы прекрасно понимаем, что даже в случае избрания Анатолия Евгеньевича Локти-губернатора возникли тоже большие проблемы, потому что они, используя Единороссовское большинство в городском совете, отменяют выборы мэра, могут поставить Единоросса и поставят, скорее всего, без прямых выборов мэра. И этот ресурс города теряем. Федералы не будут давать трансфертов, и локоть будет зажат в условиях только сельских и дотационных районов. Даже в случае победы. А какое колоссальное давление на него сейчас оказывается? Выехала группа следственного комитета, шерстят, работают и так далее. Они не хотят этот регион. Тем более кадровая политика представителей власти очень такая своеобразная. Но мы, конечно, будем уделять внимание и материально-технической поддержке, и специалистов. С Валентином Олеговичем уже беседовали. Пошлем технолога, который поможет вашей наработке, вашей традиционной материал сделать насыщенными, современными, интересными. Я понимаю, и Валентин Олегович, когда был в Москве, когда мы его утверждали на президиуме, мы благодарны Николаю Федосевичу большое. Я думаю, что на плену ничего, и Геннадий Андреевич поблагодарит. Мы договорились с тех опытных людей, которые передали руководство перспективным людям, которые стояли рядом. Их надо особо поддерживать. И такие поздравления будут. Но мы четко, несмотря на сложную финансо-экономическую ситуацию, все-таки президентский выбор для нас, затраты легли. Мы окажем возможную поддержку. Есть вопросы, связанные с транспортом, обновления. Там и Резограф у вас желает лучшего. Его тоже надо. То есть, есть ряд материально-технических вопросов, которые Валентин Олегович от вашей имени поставил перед председателем. И мы нами будем решать. В том числе и по выборной кампании. Но прямо скажу, на большие ресурсы, хоть и избирательные кампании, рассчитывать не можем. Можем что-то дать, но надо здесь посмотреть. В том числе за счет тех людей, меловых, которые работают здесь, которые будут действовать в нашем с вами формате. С точки зрения кадрового вопроса, мы должны четко понимать, для нас ключевые выборы это выборы в законодательное собрание. Там мы можем увеличить фракции, позиции, подход. Но идти надо бороться везде. Там по тактическим соображениям и так далее можно, мы обсуждали, можно вообще, есть такая позиция, она имеет право на существование. Эти все выборы глав регионов, они эффективные, все равно они проводят свои, все равно Путин назначает, а то их. В принципе, возможно. И тоже не хочется и иногда тошно вот этот вот муниципальный пресловутый фильтр, где в большинстве регионов подавляющих мы и сами не можем преодолеть, ну, условно говоря, идти даже с протянутой рукой чуть-чуть, там, чтобы за нас подписались для участия в политической процессе. Но, с другой стороны, мы должны понимать, а эта проблема Хакасии, она накладывается на федеральную проблему, проблему спойлерства. Не будет нас, появятся коммунисты России. Вы видели, Мархаевич, не допустили, там, две подписи где-то они забарковали, но тут же выставили коммунисты России. А население путается. Вы тогда, когда выбор Верховный Совет были, они их вытащили на вторую позицию. Сколько людей перепутал? Я вам честно скажу, когда выборы в Государственную Думу были, прихожу сам на избирательный участок, на свой, хотя там, понятно, сам даже в тройку у меня рука в первый машинальный момент потянулась голосовать туда, потому что они выше нашли. То есть, реакция уже на серб, молот и так далее, она используется. Но для нас важны выборы у вас, и мы придаем, и будем вести серьезные и переговоры, и работу, связанные с тем, что нам нельзя допустить и вместе должны отработать, и будет отдельная программа еще раз существования и создания фракции коммунистов России у вас в Верховном Совете. Потому что из-за того, что тогда они проскочили здесь, мы, может быть, не уделили внимания в их где-то, да, получилась ситуация, когда, что за счет Харкасии они участвовали в изборе подписей федеральной компании. А эти 2,5% это, условно говоря, 7 мандатов, 8 государственных людей. Это большая сумма госфинансирования. Поэтому нам ключевая задача, когда мы на президиуме обсуждали перед вами, Бюро, Валентину Олеговичу, как новым первым составом стоит задача, мы должны сделать все, чтобы разъяснить людям и не допустить их избрания. Вот приоритет такой, потому что эта задача уже, проблема не только Харкасии. 1-2 мандата, да, это проблема федерального. Здесь нет фракции, они теряют возможность без сбора подписей идти. Наша задача вытеснить их вообще с политического поля, потому что участие Сурайкина и вот этого вот клавунада, который он устраивал, это просто омерзительно. 100% инструментарий власти. Что он там последние дебаты с заводом этой женщины непонятные и так далее творил с Павлом Николаевичем, какие вот. Я вот, для меня, я и Валентину сказал, и мы депутаты, приедем, и я еще приеду. Дело чести их вытеснить здесь с политического поля. Давайте в этом направлении тоже работать. С точки зрения кандидатов, подходов, ну, вам надо, есть предложения, которые были озвучены на кадровой комиссии, по тройке. Я знаю, наши товарищи тут были, Владимир Павлович Исаков, наш лидер комсомола, секретарь, он рассказал подробно, как конференция, у вас всегда дискуссия такая хорошая, и когда мы были, тут разные точки зрения, это хорошо, но мы считаем, и я могу сказать, так вот, совсем администрировать никто не собирается, потому что у нас важно мнение коммунистов. Ну, например, когда на кадровой комиссии обсуждали, вы знаете, кадровую комиссию у нас Николай Сапожников возглавляет, да, опытный директор, который много лет работал вместе с Масляковым, мы обсуждали разные. Считаем, что те предложения, предварительные предложения, которые есть, в том числе первой тройки, это, значит, Коновалов, Семенов, Гозыков, они хорошие предложения. Есть преемственность, я знаю, что там на конференции Николай Федорович тоже кто-то, что-то, но без этого не бывает, есть руководитель, всегда есть кто доволен, недоволен, ставит вопросы, на какой-то позиции нет. Но вам надо еще эту позицию обсудить. Мне кажется, очень взвешенная, очевидно для нас, что возглавлять должен первый секретарь, мы должны наших руководителей партийных организаций, в том числе молодых, сделать все, чтобы они стали яркими политическими хозяйственными руководителями, такими, как Локоть, Левченко, другие наши, Кравец, опытные товарищи, поэтому совершенно очевидно, но вам здесь уже окончательно формировать и решать. С точки зрения выборов главы региона, может быть, кому-то, вот наши товарищи, друзья, говорили, может покажется как-то не очень так, по-победному, но могу сказать, для нас выборы в ЗАГС собрания это приоритет. Мы бороться будем на губернаторских выборах. И негатив накопленный команде действующего главы колоссальный. Вы выходили на митинги, так далее, хотя они тоже это отслеживают, уже готовят и наукуправленцев и так далее, но это уже вторично. Но я понимаю, я знаю, я реалист. Как, что и будет. Даже в регионе, где у нас позиции более укорененные, финансовые ресурсы больше, но и Сибирьской области будет колоссальная борьба с непредсказуемым результатом. Поэтому считаем и правильно, что надо идти везде, но сосредоточить усилия на формировании мощной и сильной фракции Верховного Совета, тогда вы сможете что-то контролировать. И мы с вами. Тогда вы сможете что-то бороться. Дальше вы сможете продолжать ту линию, которую проводил Николай Федорович и так далее по борьбе с коррупционными проявлениями, которые были в регионах, которые с вашей помощью вышли на уровень федерального центра. Но, к сожалению, видите, круговая порога на федеральном уровне, она не позволяет иногда, и с точки зрения здравого смысла, принимать какие-то решения. Можно обсуждать, у вас там интернет-голосование, хотя у нас понятно, что это такая вещь дополнительная. Мы обсуждали на кадровой комиссии, решать, окончательное решение должно быть принято. На вашей конференции вы выдвигаете президиум будет согласовывать кандидатуру, но по итогам кадровой комиссии на следующей неделе должен состояться президиум. Мы сейчас еще готов с первыми секретарями пообсуждали, подискутировали. Мы считаем, что так же, как возглавлять список на выборы ЗАГС Собрания, должен на выборы идти Валентин Олегович, но сосредоточив основные усилия по пропаганде и программы, максимально сделать все для того, чтобы стать узнаваемым ярким политиком, раз мы говорим о ЗАГС на будущее для работы. Ну а тезис о том, что мы кого-то спалим, и кто-то что-то боится, его там жалко и так далее, я понимаю наших старших товарищей, когда человек на их глазах рос. Когда вы вкладывали, помогали, я вот, например, и по Андрею Куличкову, и я, и Диму Нору, мы благодарны Геннадию Андреевичу за то, что он многое вкладывает, развивает, поддерживает, иногда критикует, когда мы не справляемся, но он дает вот такой товарищеский партийный рост человеку, и вы там это. Но поверьте мне, как сказал, я запомнил фразу, был в Татарстане, там, в книге Шамиева, он сказал, человеку со слабыми нервами нечего делать в большой политике. если ты не готов держать удар, если ты не готов идти в бой, то это вопрос, тогда занимайся чем-то другим или будь техническим работником. Если ты завалил на себя в лост, тебя поддержали товарищи, ты должен идти в бой. И не уклоняться от этого боя, как не уклонялся Зюганов, так не уклонялся Грудинин. Вы понимаете, я, сейчас говоря, Павел Николаевич, он себя, Грудинин, ну, нам бразуру закрыл, да, какие там, что только они вывалили, и так далее. Поэтому надо готовиться, я считаю, что в нынешних условиях мы можем с вами достигнуть увеличения фракции. Я думаю, что минимальные параметры, которые мы должны ставить, не меньше 20, а даже, я думаю, что и треть можно набирать. Бороться, учитывая, что по всей видимости на выборах от власти пойдет Зимин, рейтинг его, вы сами знаете, бороться за попытку второго тура мы можем. Будет сложно, будет тяжело, но это задело на будущее. Если действовать чисто из таких сильминутных, как действующая власть, они, знаете, как латают дыры, а потом думают, что мы должны с вами на перспективе. Вот проблема в Новосибирске. Травников. В принципе, управление неплохое, но его готовили губернатором не Новосибирска, а Псковской области. А Новосибирск и Псковская область при всем уважении к псковичам, это разные регионы, разные научные школы, разные линии. Человек приезжает туда руководить, и вместо того, чтобы сесть, пообщаться и так далее, назначать директора телекомпании и своего же Волокта. Ну, понятно, в свое время из Питера так все ехали, но это что. Поэтому масштаб, поэтому то, что у вас есть хорошая преемственность, хорошие кадры, это правильно, замечательно, мы будем поддерживать. Ну что, наверное, может быть, вопросы, я просто, мы поменяемся, вы, я потом еще договоримся, чуть отдельно пообщаться, там наши представители КРК подходили, да, но прошу не обижаться, я вот сегодня прилетел, мне, ну, скоро надо выезжать в Кемеровскую область, там дорога почти 7-8 часов, у меня рано встреча с губернатором, там еще большие мероприятия, связанные с памятью погибших в Зимней Вишне, там надо решить ряд вопросов, поэтому мне так не совсем допоздна, чтобы ночью по тяжелой дороге совсем не ехать, придется будет выезжать. Так, Михаил, у вас хочу задать вопрос. У меня одно вопрос по поводу предстоящей предпоследования компании по структурам в прошедшем, да, КПРФ потерпела отрушительное поражение на предпоследенческих выборах в 2018 году, причем в первую очередь это произошло из недостаточной активности агитационной пропагандистической работы. В связи с этим вопрос, планируете ли вы увеличение финансирования этого направления и вводить, будете ли вводить новые штатные места в региональных отделениях? Это первый вопрос. И второй вопрос. Опять же, пошедшая избирательная компания показала огромные различия в методах агитации победившего кандидата кандидата от КПРФ. Опять же вопрос, существует ли в КПРФ аналитический отдел и оценивал ли он уровень эффективности распространяемых листовок и печатать бумажные газеты в современной ситуации? Спасибо, Михаил, за вопросы. Значит, вот я еще раз хочу почерпнуть быстро. Хорошо, что у нас в партии есть люди, которые могут давать самостоятельные оценки, которые приходят и болеют за дело, как и вы. Я с вами не согласен с точки зрения поражения. Я согласен с оценками, которые дал плену Центрального комитета нашей партии. Да, поражение, понимаете, это когда ты проиграл из-за того, что ты что-то не доделал, не сделал, завалил. Мы, конечно, могли намного эффективнее действовать. И я вот, честно говорю, всегда говорил, и на семинарах, и Николай Федосеевич не раз приезжал, наше КПД возможностей намного больше, чем то, что мы достигаем. Если мы эффективнее будем работать по численности, по контролю, по информационной и так далее. То есть не за счет каких-то прорывных вещей, что мы там все перевернем, а даже повысив свое КПД, мы можем намного эффективнее действовать. Но вы, Михаил, я, наверное, я думаю, что достаточно энергично, радикально настроенный человек, тоже, наверное, понимаете прекрасно, что в стране создана система, которая не позволяет через голосование выявлять реальное восприятие людей. То есть вопрос не только в эфициальных материалах. Мы, конечно, должны намного быть эффективнее. И телевидение, и интернет, и наши подходы. И уже столько с одной газетой избирателей не дойдешь. Вы сами лучше меня знаете там. Но попытки и работы были благодаря вам, которые в регионах подключались, которые вот эту вот компанию троллей и компанию дизлайков против Грудинина на основных пытались обратным механизмом. Но нужна система. И когда мы общаемся с нашими молодыми ребятами, мы должны совершенно четко опять смотреть вперед. А вперед это интернет. С точки зрения телевидения они все выкашивают. Они вот все у них это. Вот Грудинина куда его? Раньше до выборов его любили. Приглашали где-то экспертов. Где он? Нигде. Куда сможет, туда-да. Все. Потому что сделал вызов. По нам бьют, потому что мы сделали вызов. а им хотелось загнать всех вот это в русло контролируемости, а мы показали, что мы не контролируем. Поэтому с точки зрения недоработок и эффективной информационной политики она нужна. Вот сейчас перед нами если брать партийную задачу две цели. Это ну о росте рядов можно долго говорить и мы о них будем говорить. Но мы в устав с вами на съезде внесли очень важное положение впервые ввели понятие сторонник партии. И если мы сейчас не начнем формировать вот этот институт сторонников из разных людей, которые с нами не согласны где-то в каких-то вещах, но понимать, что в стране надо менять что-то, то мы далеко продвигаться не будем. Другое дело, чтобы у нас все-таки позиция была партийной в принятии решений, решения партийных органов, так мы должны обрастать людьми. И вторая информационная. В целом вы понимаете, вопрос связан не только как мы выглядим по отношению к власти, потому что в интернете все искусственное, тролли кремлевские и так далее, это же видно, оно вызывает отторжение, я с ребятами, студентами общаюсь много, и там когда тоже, и они правильно сказали, мы разбирались, и когда по Грудинину там тоже кто-то работал. А почему не допустить разные тролли? Да, да, давайте, я говорю, мы будем мы будем